Праздник приходит в гости и к больным детям. Уполномоченный по правам ребенка ежегодно обходит дома ребят, страдающих редкими орфанными заболеваниями и дарит подарки от спонсоров. Больных деток в регионе много, у некоторых единичные заболевания. Подарки вручают каждому индивидуально, какой попросили. В этом году, например, мы купили больше лыж, около 4 пары, 5 пар коньков, то есть спортинвентарь привлекает, кому гантели. Мальчишки, конечно, прежде всего, какие-то устройства, железные дороги, машины с пультом управления. Девочки предпочитают барби, какие-нибудь такие экзотические наборы в карете или с домиком. Но нас в этом году удивила одна мечта – это словарь Ожегова. Маша попросила у Деда Мороза набор парфюмера, чтобы самостоятельно создавать духи и дарить их бабушке и маме. У Маши муковисцидоз. Таких генетических заболеваний в городе всего три случая. У ребенка не работает поджелудочная железа. Чтобы обеспечивать нормальную жизнедеятельность, необходимо употреблять десяток дорогостоящих препаратов. Если никаких обострений нет, то значит она три раза в день в обязательном порядке дышит, два раза в день антибиотиками, один раз своим лекарством, пульмозимом. Потом значит перед каждой едой обязательно таблетки, обязательно дренаж на аппарате ВЕСТ, который нам тоже подарили. Ну а так и на голове стоять, чтобы мокрота отходила. Только этот аппарат стоит 400 тысяч. Еще в 170 тысяч рублей обходится 28-дневный курс специального антибиотика. Вдобавок к процедурам особый режим питания. Есть Маше нужно много и часто высококалорийную пищу. Гамбургером питаться в Макдональдсе. Ну мы стараемся, конечно. Любит мясное все такое. Все, что пожирнее, что такое. Бабушка рассказывает, Маша очень активный ребенок, добрый, увлекающийся и очень терпеливый. Девочка с улыбкой выдерживает все процедуры. Любит петь, танцевать, гулять со своими собаками. Юркширских терьеров Миледи и Атоса девочке подарили благотворители. Мне дают лекарь. Через полчаса я просыпаюсь, поем, начинаю дышать. Протренировалась 9 минут. Там подышала пульмозимом до 12. Поела опять. Ну, смотря как. Иногда просто уроки делаем потом. А иногда надо нам идти в клуб. Если в клуб, то из клуба приду, поем, подышу. И ко мне учительница может прийти. А когда не надо, уроки. Я даже гулять, честно, не успеваю. Родители долго скрывали от девочки факт болезни. Рассказали только в прошлом году. Маша, как настоящий боец и оптимист, руки не опустила и в себе не замкнулась. Я увлекаюсь модельным агентством. И еще я увлекаюсь пением и полдэнсом. Полдэнс – это акробатика на шесте. Это чтобы у меня, когда я буду в больнице лежать, вены были хорошие. А модельное агентство мне отдали только из-за того, чтобы у меня была хорошая осанка. Если бы в сутках было больше часов, шутят родители Маши, она бы успевала гораздо больше. Как любой человек, который понимает ценность жизни, девочка умеет использовать все возможности по максимуму. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.